МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стёкла, вылетевшие из боковой двери, поранили ребёнка. Ребёнок пострадал в аварии возле 134-го дома по улице Краснознамённая. Водитель «Шевроле Спарк» не убедилась в безопасности при повороте налево, а по встречке в тот момент ехал ВАЗ 12-й модели. Мы собираем мусор, далее кладём щепу и сверху уже грунт. На помощь подрядчикам на набережную вышли чиновники из городской администрации. За неделю им предстоит благоустроить газоны в Тагильской лагуне. Как удаётся совмещать работу в кабинетах и на свежем воздухе? Вот что благодарны всем жителям и всем проходящим здесь, все слова благодарности высказывают, и никаких повреждений не происходит. Цветочный рай в шаге от дома. Недавно прошёл конкурс на лучшее оформление улиц города «Салют Победы». Тагильчане и предприниматели украсили тысячу клумб и газонов. Лучших цветоводов наградили во Дворце национальных культур. Здравствуйте! В эфире Тагил ТВ. Итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Александр Мешков, готовы рассказать о событиях понедельника и минувших выходных. 71 многоквартирный дом в Нижнем Тагиле должен быть капитально отремонтирован в этом году по региональной программе. На 57 объектах работы уже развернуто. Её ход сегодня проконтролировали представители фонда содействия капремонту Свердловской области. Подробности в сюжете Алексея Алексеева. Как утверждают собственники, проектно-сметная документация капитального ремонта дома номер 6 по улице Попова не была согласована с ними. В частности, к отделке фасада приступили, не дожидаясь решения вопроса об утеплении и сайдинге, на чём настаивают люди. После того, когда мы официально написали, что на общем собрании мы приняли решение о приостановке, срочной приостановке всех этих видов работ и приведении проектно-сметной документации в соответствии с требованиями жильцов дома, нас просто проигнорировали. Подобные вопросы рассматривались в ходе рабочей поездки в Нижний Тагил представителей регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. В ходе реализации программы капремонта их возникает немало. От своевременного решения во многом зависит результат работы. Работы развернуты достаточно, на мой взгляд, неплохо. Есть рабочие вопросы, связанные с тем, что есть вопросы по сметной документации, есть вопросы по согласованию ремонтных работ с собственниками, есть работы по взаимодействию предприятий, осуществляющие ремонтные работы, строительный контроль. Эти моменты все решаем в рабочем порядке. В нашем городе капитальные ремонты ведут две организации. Тагильский стройкомплекс и стройдор из Верхней Пышмы. Пышминцам достались 24 дома, в основном на вагонке. Стройкомплекс работает в Ленинском и Тагилстроевском районах и должен отремонтировать 47 домов. В целом считаю, что по данной организации работы тут нормально. Графики мы все должны выдержать. А что будет со второй подрядной организацией, будем смотреть дальше и в еженедельном режиме мониторить ситуацию. Капитальные ремонты должны завершиться до 1 ноября. Алексей Алексеев, Вадим Усков, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Ребенок пострадал в аварии возле 134 дома по улице Краснознаменная. Водитель «Шевроле Спарк» не убедилась в безопасности при повороте налево, а по встречке в тот момент ехал ВАЗ 12-й модели. В нем родители с 7-летним сыном. Машины столкнулись. Ребенок находился на момент ДТП в детском удерживающем устройстве. Мальчик травмировался из-за того, что стекла, вылетевшие из боковой двери, поранили ребенка. Мальчик получил резаную рану щеки. Инспекторы ГИБДД подчеркивали, что последствия могли быть в разы серьезнее, если бы ребенка перевозили без удерживающего устройства. Всего с начала года в Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе уже произошло 21 ДТП с участием детей. Инвалид выехал на большую дорогу. На перекрестке улиц Фестивальная и Индустриальная водители постоянно сталкиваются с колясочником по прошайкой. Откуда он там появляется и куда исчезает, никто не знает. Но тагильчане жалуются. Мужчина создает проблемы участникам движения. Как нам пояснили в ГИБДД, попрошайка фактически не нарушает правил. Он двигается по разделительной полосе. Выступает только отвлекающим фактором для водителей. Такими участниками движения должны заниматься в первую очередь участковые и полномоченные. Поэтому, если вы стали свидетелем подобных случаев, обращайтесь в полицию. Тагильчане в этом году вдвое чаще оказывают неповиновение полицейским. Такую статистику приводит Общественный совет при Нижне-Тагильском управлении МВД. Самый свежий случай произошел в районе общежитий по улице Циолковского. Участковый сделал двум пьяным мужчинам замечание и попросил их представиться. Но продуктивного диалога не получилось. В дальнейшем они пытались оскорбить его, хватать за форменную одежду, нанести удары. Участковый полномоченный вызвал подкрепление и этих молодых людей доставили в 18-й отдел полиции. Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются сотрудники дежурных частей, патрульно-постовой и дорожно-постовой служб. С начала года в Нижнем Тагиле возбуждено 24 уголовных дела против граждан, которые проводили противоправные действия в отношении полицейских. Нижний Тагил – территория риска заболевания гепатитом А. В прошлом году зафиксировано 387 случаев заражения. В этом уже 123. Наши показатели в десятки раз превышают средние по области. Лучший способ бороться с гепатитом А – это прививки. Проведенная иммунизация детского населения практически с полным охватом позволила снизить уровень заболеваемости в городе практически в два раза. Врачи уверены – впереди еще возможен всплеск заболеваемости. Чтобы не допустить его, область выделила 40 тысяч доз для проведения повторной детской вакцинации. Именно вторая прививка формирует иммунитет к опасному вирусу. На сегодняшний день 2000 детей не имеют даже одной прививки от гепатита А. Поэтому врачи настаивают – чтобы избежать опасного заболевания, надо обратиться в медицинское учреждение и провести вакцинацию до начала нового учебного года. Ученики получат бесплатную школьную форму. Ее подарят детям, которые живут в семьях, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. Комплекты выдадут в 62 школах. Пиджаки и брюки они попросили у Министерства образования Свердловской области. «Школа говорила, что, например, нам нужны брюки для мальчиков, блузка, имеется в виду водолазка и жакет. Цвет такой-то. В соответствии с этим выстраивалась и заявка». Носить форму будут ученики младших и старших классов. Всего в школы направили 800 комплектов школьной одежды. Выдавать их будут на следующей неделе. К 1 сентября постараются одеть всех детей. На помощь подрядчикам на набережную вышли чиновники из городской администрации. За неделю им предстоит благоустроить газоны в Тагильской лагуне. Как удается совмещать работу в кабинетах и на свежем воздухе, расскажет Антон Исаев. Бок о бок трудятся строители и специалисты управления культуры города. Здесь они с 9 утра приводят в порядок два участка газона. «Мы собираем мусор, далее кладем щепу и сверху уже грунт. И также разравнивание занимается». Трудиться на набережной планируют всю неделю, каждый день по 4 часа. Но даже при таком напряженном графике чувствуется нехватка рабочих рук. Поэтому управление культуры на подмогу пригласило свои подведомственные учреждения – музей-заповедник и театр кукол. «Делаем красиво. Сначала вот мы щепу налаживаем, чтобы я поняла так, для прелости этого, чтобы тут травка росла. И потом сверху земельку. Потом еще будет один слой. Работа хорошая. Никто не устает, никто не напрягается сильно. По сильной возможности работаем». Завершить работы планируют к концу недели. При этом не забывают чиновники и о своих прямых должностных обязанностях. Сразу после субботника возвращаются на рабочие места. Сегодняшнее мероприятие – лишь малая часть большой акции «Зеленая Россия». В ее рамках по всей стране будут высажены тысячи деревьев, очищены водоемы и леса. На этой неделе все управления и отделы администрации выйдут на набережную. Глава города Сергей Носов активно поддерживает проведение субботников. В ближайшие две недели практически все парки и скверы города будут очищены от мусора. Антон Исаев, Михаил Крюков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Цветочный рай в шаге от дома. Недавно прошел конкурс на лучшее оформление улиц города «Салют Победы». Тагильчане и предприниматели украсили тысячу клумб и газонов. Лучших цветоводов наградили во Дворце национальных культур. Их навестила наш корреспондент Дарья Хнычкина. Здесь луга и тропики слились в одно. Среди флоксов и ромашек пасутся овечки, у забора красуются папоротники. Такой красотой себя окружили сами жители дома номер 78 по улице Горошникова. Почти каждый день выходили к клумбам и превращались в ландшафтных дизайнеров. Причем у всех свой стиль. Я всегда выбираю одни и те же цветы. Вот Людмиле Лаврентьевне не нравится мой выбор. А я люблю сначала низенького роста цветочки, потом повыше. Ну, в общем-то, каждый год я одинаково высаживаю. Ну, что-то добавляю. А я-то люблю огромные цветы, пышные, вот такие, как флоксы. Поэтому все пять клумб разные, но вместе они создают единую яркую картину. Сто видов цветов тагильчане уместили в своем дворе. Сальвия, лаватерия, бархатцы. Ростки не испугались даже частых дождей и холодного ветра. Уже пять лет тагильчане заботятся о своем маленьком цветочном мире. В этот раз вновь приняли участие в городском конкурсе на самую красивую клумбу «Салют Победы». Встали в ряды лучших цветоводов Тагила. Сейчас этой красотой любуются и жители дома, и прохожие. Вот что благодарны всем жителям и всем проходящим здесь, да, все слова благодарности высказывают, и никаких повреждений не происходит. Большое спасибо. Ходят, нюхают. Благодарят. К слову, конкурс полюбился многим ценителям прекрасного. Клумбы и газоны украсили порядка четырехсот тагильчан и предприятий. Сейчас цветет почти тысяча объектов, но только 65 конкурсантов отличились своей фантазией и трудолюбием. Среди них ребята и педагоги станции юных натуралистов. Оформили клумбу памяти, привал для солдата, сделали из цветов «Салют». Многие воспитанники станции впервые взяли в руки садовые инструменты. На компьютере теперь детям легче создать виртуальную клумбу. А когда ребята начали вживую выращивать, вот от проекта, семечка, живой маленькой рассадинки, чтобы вот именно был результат своего труда, тут, конечно, были трудности, но было очень интересно. Недавно лучших участников конкурса наградили почетными грамотами во Дворце национальных культур. В следующем году, уверяют тагильчане, они вновь преобразят улицы города. И также постараются войти в список победителей. Дарья Ахнычкина, Вадим Усков, Александр Мясников. Новости Тагил-ТВ. Экстренное предупреждение от синоптиков. Трофей Уралвагонзавода Остался в Нижнем Тагиле. Четыре дня в Ледовом дворце спорта за него сражались хоккеисты Спутника, Челмета, Барса и Ермака. В финал смогли выйти тагильские и челябинские спортсмены. Всю игру они держали болельщиков в напряжении. В первом периоде Челмету удалось забить шайбу в ворота Дениса Хромцова. И только на третьем Бобры смогли сравнять счет. Время идет, а цифры на табло не меняются. И даже дополнительное время не решает ничью. Дело за булитами. Тут Александр Головин пробивает защиту вратаря. Счет 2-1. Напомним, в прошлом году Кубок УВЗ увезли соперники из Челябинска. На этот раз Бобры красиво взяли реванш. В целом, игрой говорит тренер команды Владимир Голубович, доволен. Очень хороший противник. Вообще турнир удался, что я несла для нас две крупные победы в первых матчах. Мне понравились все команды. Прежде всего, самодача и довольно-таки грамотная. Да, может быть, не хватало какой жесткости, но это предсезонный турнир, тем более первое, конечно. Ну и я думаю, что мы порадовали не только игрой, но и характером. Кстати, днем за третье место в Кубке Уралвагонзавода боролись Барс и Ермак. Бронзу завоевали казанские хоккеисты со счетом 4-3. Не забывают в Тагильчане и о летних видах спорта. Воскресенье сели на двухколесных друзей и встретились на горе Белой. Десятки велосипедистов готовы проверить свои силы в кросс-кантри-марафоне «Седой медведь». Здесь как профессионалы, так и любители. Участвуют даже маленькие спортсмены. Ребята от 10 лет. Ты готов у меня сегодня? Да. Всегда готов? Угу. Молодец. Ты скажи, я в порядке? Да. Я в порядке. У меня настрой самый боевой. Собираюсь бороться за призы. Как бы подготовка, подготовка. Она дает о себе знать. Надо куда-то это выплескивать на соревнованиях. Путь их не из легких. Вместо ровных дорог – лесные тропинки. Расстояние – 63 километра. Впрочем, для кого это слишком тяжело, есть возможность сократить дистанцию в половину. Пока одни колесят по лесам, другие покоряют улицы города. На Тагилстрое отважные гонщики оседлали железных коней. Из семи городов Свердловской области приехали на второй этап кубка по мотокроссу. Рев моторов звучал и в селе Череминское. Десятки мотоциклов промчались по загородным трассам. Кстати, третий этап кубка уже в следующие выходные. Гонщиков ждут новые дороги.